В Бендерах стартовал ежегодный месячник по благоустройству. Уже начаты работы по очистке газонов, по белке бордюров и деревьев, вывозу накопившегося мусора и листвы. Красота требует ухода. Это касается не только женской внешности, но и города. Все, что сделали за последнее время озеленители, нужно поддержать в форме и приумножать. На обновленных клумбах в центре города скоро взойдет первая весенняя смена цветов. Но сейчас главная цель специалистов – подготовить почву. Для этой цели в Преображенский сквер привезли более 8 кубов мелких опилок и стружки. Опилки у нас везут с Маринэш, с лесопилки. Мы заказываем у них. Мы уже почти закачиваем розы по городу мульчировать. Все розы, все розари у нас, они большие. Поэтому для того, чтобы облегчить уход и добиться лучшей приживаемости, мы решили мульчировать почву. Озеленители на тележках развозят влажные опилки по участку и распределяют по клумбам. Специалисты говорят, древесная смесь станет естественным барьером для сорняков. Какое-то время поработает воздушной подушкой для культурных растений и превратится в удобрение. Помимо опилок, для этой же цели используются кора деревьев и геоткань. Геоткань, она застилается под кору, чтобы сохранить рост сорняков. Потому что земля у нас привезенная везде, мы землю добавляли. Естественно, она зараженная сорняками. Кроме того, параллельно идет полив и подкормка декоративных туй. Возле растения выкапывается поливочная ямка, насыпается пакетик удобрения и вместе со струей воды деревце получает питание. Красота парка поддерживается прежде всего для людей, чтобы радовало глаз горожан и наших гостей. Конечно, красиво, красиво, молодцы, что можно только похвалить. Как бы изменилась сильная, смотрите, какая красота. И посидеть нужно, и детям погулять, и ой, красотища. А если цветочки будут, все благодать будет. Было тогда красиво, сейчас более современно. Так прибрался город, что его уже не узнать. Я, в принципе, проходил воинскую службу, служил в сельской армии. Здесь в Тарасполе, в Бендеры. Но это диво. Лет 15 не был, не видел. А теперь не пусть, не могу наливаться. Вообще красиво, очень много парков, очень много красивых сооружений для детей, детские площадки, скверики. Красиво. К слову, каждый житель города может нести свою лепту в процесс весеннего преображения улицы или придомовой территории. Как раз сейчас в Бендерах проходит месячник по благоустройству. Делаем в прошлом году всю эту, как пандемию, мы, да, делали эти, повыбирали, что травой было, мы все уничтожили, траву посадили, возле дома, да, делаем все. Что у нас намного изменилось. Ну, наверное, то, что, почему изменилось. Все-таки больше времени было, мы сидели, чем заниматься. Вот мы благоустроили свой дом, и сидели, дыхали, наслаждались красотой. Коммунальщики уже ведут работы по очистке газонов, по белке бордеров и деревьев, вывозу накопившихся мусора и листвы. В течение месяца будут облагораживать и преображенский сквер. Земля окрасится в разноцветные тона. Ее покроют опилками и корой деревьев. Красота будет полезной для самих растений. Валерий Усвайский, Евгений Никонов, Иван Зелинский, Бендерское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин